Всем привет, друзья, это Сергей, вы на канале AllSchoolGamer и продолжаю Dark Souls прям сразу же после того, как закончил снимать прошлую часть. Пять минут передохнул и продолжим путь. И вот хочу сходить сюда посмотреть, что это такое, куда эта дорога ведёт. О, смотрите, тут какой чувачок сидит. Сигмайр, ха-ха! Вот он где. Привет. Спит. Хм, хм. Красавчик. Хм, хе-хе. Помню, в треке Dark Souls играл, тоже он там так же тупил. Хм. Ну и ворота, да, открытые. И такое чувство, что их открыть, наверное, нужно как-то с обратной стороны, может. Не знаю, вряд ли тут что-то можно сделать. Ну, окей. Ну, короче, так просто сюда сходил посмотреть, но смысла в этом мало. Какие мерзкие деревья. Чисто две текстуры, пересекающиеся перпендикулярно. Так, тут внизу, рядом с господином кузнецом, какой-то демон пулялся. И поскольку тут костёр, я думаю, попробуем-ка с ним побороться. Вот он. Какая-то мерзкая демоническая тварь. Без головы, ко всему прочему. Ну, он большой, но вроде бы не супер страшный. Целых две тысячи за него дали. И демонический титанит. Отлично. И что же он охранял? Вход в следующую локацию, да? Как называется-то, напишите. А я по названию подумаю, стоит ли идти сюда, не пройдя предыдущие. Опа. Да ну нафиг. Это живые кусты. Офигеть. Ну, какая-то лесистая локация. То ли лес, то ли джунгли. Сад тёмных корней. Ну, вроде бы враги не особо страшные. Цветочки так ярко светят. Вниз можно спрыгнуть, походу. А, пройти можно. Ну, чё, тут побегаем. Озеро тёмных корней. Ладно, вернёмся в сад. Так доволен, что снял проклятие. Так, тут, наверное, можно умереть, если упасть. Деревья мне не нравятся, мерзкие такие. Пугают свои низкополигональные отвратительности. Ой-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй. А, ну их удары вроде не отравляют. Мерзкие кусики. Как фильм назывался? Не Холовина, а Дети кукурузы. Похожий там монстр был. Заросли красного мха ещё из них выпадают. И вода не ядовита. Там на утёсе что-то лежит. А, вон ещё труппешник светится. Как туда попасть? Да ладно, смотрите, что это такое. Какой-то мерзкий мотылёк. А, ну это значит, я как-то туда попаду позже. Ну-то и лёг, наверное, какой-нибудь босс. Как вот туда попасть? Вон через арку. Это оттуда откуда-то. В локации, да, конечно, поражают. Всё запутано, закручено. Так, вот тут у нас что? Какая-то светящаяся дверь. Заперто при помощи устройства. И туман. Ну, туман не сюда к боссу ведёт. Ах, вы твари. Идите сюда. Ну, из них мох выпадает. Так, мне нужно титанита как можно больше. Ну, в принципе, осколки можно покупать у самого этого кузнеца. На душе. Итак, что за туманом? Какое-то открытое поле. Такое чувство, что тут... ...будет битва. А вон лежит какая-то туша. Так. Меня парализовало. Нет! Когда это пройдёт? Я слишком медленный. О, вроде прошло. Надо подлечиться. Забавно. Большой. Простой. Слабый. Но вот парализовал. Как-то получилось хоть уклониться. О, тут их два уже, да? И кусты ещё. Интересно, если я подальше убегу, он хоть меня парализовать не сможет? Знаете, чё? Я по-старому лучше. Ах, дебила. От этой хуйни можно скрыться здесь. А чёрт! Всё, мне хана. Ну, прикольно. Мне понравилось. Вроде бы, не очень трудно. Поэтому продолжим. Думаю, демон был одинарный. Да, больше нету. Большие такие враги не оживают. Интересно, как сюжетно связано. Пишите в кометах, если кто знает. Может быть, оживают только те враги, кто реально, как бы, полые. Undead. А всякие демоны. Они, типа, потому и не оживают, что они не мёртвые, как бы. Ну, в смысле, они умирают полностью. Не нежит они. Кстати, заметил. Постоянно вот так у меня прокачано оружие. Что всегда какие-то вот базовые враги в локациях умирают с двух ударов. То есть первый удар снимает там 95% жизни. Остаётся миллиметр буквально. Ну, люди пустые, они простенькие и не пугают меня. Вот тут их несколько. А вон ещё один же торчит. Ох ты, тварь. Вот это мне не нравится, что с этим рыцарем, когда он поднимался, что когда я этого лазил, в момент анимации они, получается, бессмертны. Ебать и дебил. Это что такое, вообще? Я, короче, думал, что я потеряю все свои души, но в итоге я просто упал. Не пойми куда. Куда тебе идти? Вниз или наверх? Пойдём наверх. Где-то тут мой труп. А, нет, мой труп вот назад, вон туда. Ой, там их второе. Вот он. Ну, что же я наделал. Нет, не пойми куда. Мой труп. Бонус. Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Сейчас мха зато наберу. Ну вот на удивление, да, вниз я упал, не умер. Там какая-то розовая пакость была. Вот мои душа. Надо бы этих тварей как-то по одной выманить. Ай! Ай! Отлично! Отлично! Не пойму, сейчас если к нему подойти. А вот рядом с ним появляется этот круг, да. Умри! Умри! Тварь! Умри! А тут их два лежит, и еще эти с кустов вылазят, уроды. Так, походу кусты можно прорубить. Надо его отманить от второго лежачего. По одному они не особо страшны. Единственное, вот не разобрался с принципом действия заклинаний. Ах ты тварь! Деревья мешаются, блин. Умри! Ох ты! Элитного рыцаря. А он поднялся, даже не запалил меня. Отлично. Сейчас, походу, запалил. У нас второго кустовика убить. Отлично. А этот дебил застрял в деревьях. По одному удару надо делать. Вот сейчас два можно. Умри! Колдануть хотел, гад. За них всего 600 дают, то есть... Тот демон, что на входе в эту локацию стоял, за него 2000 дали. То есть он более страшным считался. Ещё один. Ну да, это такой. Практически обыденный враг получается. Ох ты, блин. Надо подлечиться. У деревьев неудобно. О-о-о-о! Нормал. Так, тут вход куда-то. Слишком много пароходов. Давайте сначала просто локацию попытаемся понять. Ящерица какая-то. Так, тут тоже враг? Да. Я почему-то думал, что это какой-то NPC, с которым можно поговорить. Дерево похоже на то, что я разрубил, но нельзя. Ну всё, вот такая локация получается. Ну кто ещё-то? Ты откуда взялся? Получается всё. Этот маленький лесок исследован. Давайте теперь сначала сходим вот тут. Проход, где был, куда я упал. Какая-то красная непонятная тварь была. Вот она. Какая-то то ли лягушка, то ли медуза. Непонятный враг. И вот тут проход вниз какой-то ещё. Дерево крутится. Да. Где я теперь? Не пойму, это та же локация я только что был или какая-то другая? Похоже на что-то другое. Какая-то вода как-то натекает. Ох ты, твари выпрыгнули. Сразу три. 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 Ну а что-то с такой толпой-то не говорю. Желание сражаться разным. Блин. Вот лягушки наверняка у них какая-нибудь мерзкая атака, убивающая сразу. Шевельская, будь живая. Раз. Два. Три. Ага, это слабое место на самом деле его. Ну ладно, тварь. Где еще тут две? Вон вижу. Вот пароход какой-то. Кувырок. Убей. Кувырок. Убей. Лечись. Отлично. Ну и тут водится. А он еще, смотрите, одна. Отлично. Окей. И вот тут наверх мы куда-то. А, возможно, сейчас как раз вот заберем тот предмет, что на утесе лежал. Просто в узком коридоре. Да, вот похоже, это как раз на этот утес и есть выход. Давай, раз. Два. Да-да-да-да. Кольцо с волком. Ммм. Интересно. Улучшает баланс. Одно из особенностей колец, дарованных четырем рыцарям Гвина. Кольцо волка, предлежавшее Арториусу, путнику бездны. Арториус имел несгибаемую волю и бесподобно владел большим мечом. Так, ну, я могу заменить. У меня одно голимое кольцо вот это с синим камнем. Мне оно не нравится. А с волком, мне кажется, покруче. Так. Ну, что-то мне не хочется прыгать вниз. Точнее, прыгать дальше отсюда. Так и вода забывает. Мне кажется, я тут ничего не пропустил. Такая весьма пустынтая часть локации. В которую я бы не попал, если бы случайно не упал. Ну, все такие зашевелились. Так, да. И вон там дальше в конце был проход. Получается, я все тут происследовал. Только вперед остается. Ну, и плюс там еще в самом начале был путь к озеру. Вот сюда. А, ну, еще там была закрытая дверь, которая открывается механизмом. Лунная бабочка. Вот эта тварь, да. Блин, я не подготовлен к никакой битве. Как с тобой сражаться, глядина. А, ну, еще там. Бабочка-то бабочка. Ну, как мне ее популять? Быстрее, 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 быстрее. О, нормал. Убей! Душа лунной бабочки. Победа. Окей. Отлично. Чуть ли не первый бот за игру, который вас в первый раз зарубил. Музыка, конечно, вообще была завораживающая. Ну, вот, да, этот мост, что я видел, получается, по нему как раз продолжаю свой путь. Куда-то все выше и выше. На вершину башня. А тут кто-то сидит. Обобрать труп. Ключ от подвала сторожевой башни. Небесный уголь. Косточка возвращения. Интересно. А, это какой-то кузнец еще один тут был. Вот он помер. У него и уголь, и ключ. Кузнецы, да, важные типы. Угу. То есть все было ради этого. Ну, какая-то довольно коротенькая локация, получается. Ладно, хоть косточку возвращения мне и дали. Я, наверное, бегом пробегусь назад. Ну, как бы убедимся, что там ничего интересного мы не пропустили. Никаких дверей. Тут какой-то ключ от подвальной башни. Это может быть вот эта светящаяся дверь. Хотя нет, там было написано, отпирается механизмом. Бабочка-то я поначалу подумал, что ее можно убить только из дальнего оружия. Странно как-то было бы, типа, если без лука прийти, то все. Но не, она в итоге присосалась. Мы ее зарубили. Мне кажется, она от меня убила, если бы не успел последний удар нанести. Она прям долго заряжала мощь, как ионная пушка. Музыка крутая была при битве с боссом. Мне понравилось. Так, тут под лестницей ничего. Что-то ящерица на дереве сидела, совершенно непонятная. Единственная на всю локацию. Продолжение следует... Вот эта дверь С помощью устройства То есть подвальная башня Это вообще не в этой локации Да, такая маленькая локация Это сама по себе получается Продолжение следует